Поделитесь историями из разряда «Хотел показаться крутым, но только опозорился». Батя купил новый Mercedes AMG. Я поехал на нем за покупками. Когда я выходил из супермаркета, несколько девушек любовались машиной. Я решил включить дистанционное зажигание, чтобы выглядеть как какой-нибудь Джеймс Бонд, но случайно нажал кнопку открытия багажника. Вдобавок к этому я положил в багажник буханку хлеба, в результате выглядел еще глупее. Как-то раз познакомился с очень красивой девушкой и попросил ее номер телефона. Она полезла в свою сумку за бумагой и ручкой, чтобы записать номер. Сотовые телефоны тогда были не так распространены, но я ее остановил. Не нужно, я и так запомню. И запомнил на целый час. Позже не смог вспомнить ни одной цифры. Я решил выпендриться перед классом, принеся губную гармошку на урок, где мы должны были принести из дома какой-то предмет и рассказать о нем. Почти все принесли своих плюшевых медведей или другие игрушки, кроме меня. Я собирался сыграть на гармошке. Когда я рассказал маме о своей задумке, она была в восторге. Я собирался показать гармошку и сыграть несколько мелодий. Мы с мамой постоянно играли в «Угадай мелодию», так что у меня все должно было получиться. И вот я вышел перед классом. Показал свою гармошку. Спросил, хотят ли они поиграть в «Угадай мелодию». Все непроизвольно наклонились вперед, очень заинтересовавшись. Настала моя минута славы. Я выдувал мелодию, пока не посинел. Ощущал себя настоящим профи перед классом. Все сидели, разинув рты и молчали. Никто не угадал мелодию. Униженный, я сказал им, что это у старого Макдональда была ферма. Вернулся на свое место и сел. На самом деле, я не умел играть на гармошке. Просто мама всегда знала, что я буду играть старого Макдональда, поэтому всегда угадывала. Вот так. Физрук в колледже попросил меня помочь ему на занятии по прыжкам. Я должен лишь продемонстрировать базовые навыки, которые студентам предстояло осваивать в течение семестра. После того, как я это сделал, он попросил меня показать несколько трюков. Я с удовольствием согласился, ведь красивых девушек в группе было больше половины. У меня было припасено несколько трюков, которые могли впечатлить их, и я начал с двойного сальто назад. Вышло отлично, но только опустившись на ноги, я пукнул. В спортзале стояла тишина, поэтому ни у кого не могло быть сомнений в том, что произошло. Некоторые из девушек захихикали. Я показал еще пару приемов и свалил оттуда поскорее. Устроил у себя дома вечеринку. Бухло лилось рекой, я был уверен, что все получилось круче некуда. Девушка, на которой у меня были некоторые планы, сказала, что хочет выпить. Пытаясь произвести на нее хорошее впечатление, я поспешил во дворик, чтобы принести ей бутылку из холодильника. Кто-то из гостей закрыл дверь, чтобы никто не замерз. Я на большой скорости врезался в стеклянную дверь лицом так сильно, что оно зазвенело буквально на глазах у всех. Из глаз полетели искры, я поранил губу. Один очень быстро соображающий друг громко прокричал сквозь смех. Я и не думал, что так выйдет. И демонстративно дал мне пять, и таким образом спас мой зад от полного унижения. Девушка была так добра, что не стала ничего об этом говорить, кроме того, что проверила, нет ли у меня сотрясения мозга. Всегда проверяйте, не закрыта ли стеклянная дверь, прежде чем врезаться в нее. Когда я был старшеклассником, у меня была неровная линия роста волос на лбу. Поэтому я решил все немного подправить, и в результате линия роста волос превратилась в идеальный треугольник вершиной вниз. Теперь, когда я смотрю школьные фотографии, мне кажется, что я был похож на вампира. Стояла в воде и общалась с симпатичным парнем. Решила картинно запрокинуть голову в воду, чтобы волосы намокли и убрались с моего лица. В этот момент из ниоткуда накатила огромная волна, ударила мне прямо в лицо, в результате чего в мой нос попала вода. Я закашляла и уронила пивас в воду. Решил купить спортивный автомобиль. Выбрал красный Порше. Во время тест-драйва остановился у светофора, где собралось много пешеходов, которые собрались перейти дорогу. Опустил вверх и начал подмигивать девушкам из толпы. Загорелся зеленый, я включил передачу, но не смог сдвинуться с места. Толпа засмеялась, и мой мозг отключился. В результате я забыл, как трогаться с места в авто с механической коробкой. Пришлось помахать машинам за мной, чтобы проехали. Наконец смог тронуться, проехал пару кварталов до следующего перекрестка, остановился, потому что горел красный. Там стояли преимущественно те же пешеходы. Широко улыбнулся им, чтобы скрыть свое смущение. В конце концов, мне было 25 лет, и я был за рулем нового Порша. И снова не смог тронуться с места. Решил, что определенно нужно выбрать другую машину. Направляясь в паб с друзьями, я решил выпендриться и перепрыгнуть через последние четыре ступеньки лестницы. Когда я приземлился, в колени раздался страшный треск. После восьми недель походов по врачам и физиотерапии, выяснилось, что у меня разрыв передней крестообразной связки. Меня прооперируют в августе, через полгода после того, как это случилось. Я целый год не смогу заниматься спортом и выполнять какие-либо упражнения. Могу сказать, что это второе решение в моей жизни, о котором я очень горько жалею. Ехал на велосипеде к другу, и вдруг увидел на улице двух самых популярных девушек в классе. Я не ожидал их встретить. Они увидели меня и окликнули, чтобы поздороваться. Я нажал одновременно на оба ручных тормоза, в результате чего велик остановился мгновенно. Меня выбросило через руль, но я не отпустил его, и велосипед перелетел через меня, и я, наконец, упал. Обошелся незначительными ушибами. И все это на глазах у двух самых красивых девушек школы. Мне тогда было 13 лет. Красивая одноклассница, в которую я был влюблен, позвала меня на вечеринку в честь Дня Святого Валентина. Я был одним из самых крутых парней в классе и решил, что это мой шанс завоевать ее. Мне хотелось казаться еще круче, поэтому я решил делать вид, что бухой в стельку. На вечеринке присутствовали ее родители, нас угощали пиццей и содовой. Я притворился, что уснул на диване, потому что был уверен, что самые крутые парни напиваются и отключаются. Позже мы пошли во двор играть в футбол. Я упал и крикнул, Черт, не надо было так много пить! После этого меня больше не звали на вечеринке. Я на некоторое время вообще остался без друзей. В средних классах я носил чехол на ремне для своей раскладушки. Я думал, что это придает мне деловой вид, но это было не так. Мой папа раньше такой носил. Был похож на ботана. В средних классах я перепробовал много способов выделяться на фоне других. Каждый день я ходил в школу в классических брюках и гавайской рубашке, напялив на голову шляпу-котелок. А еще я носил с собой бамбуковую трость и в таком виде катался на скейтборде. Если подумать, если бы это произошло на несколько лет позже, я бы стал королем хипстеров. Но это происходило в 90-х, поэтому меня просто лупили. Где-то в 13 лет я решила, что буду казаться интересной, если буду говорить как можно меньше. Мне ведь удавалось обходиться без единого слова или улыбки в магазинах и других местах. Я решила попробовать это и в школе. Каждый день приходила домой, удивлялась и плакала, что у меня нет друзей. Кто бы мог знать, что никто не захочет общаться с человеком, из которого слово вытянуть нельзя. Что же касается тех несчастных продавцов и прочих взрослых, с которыми я была так грубо, то мне остается только надеяться, что они не слишком обижались, когда я им не отвечала. Это продолжалось около шести месяцев, пока я не поняла, что молчание не способствует появлению друзей. В подростковом возрасте я подумал, что будет круто вести себя загадочно в школе. И я все перемены просиживал, пристально глядя в окно. Одна девушка подошла ко мне и спросила, на что я смотрю. На птицу, ответил я. Она спросила меня, где эта птица. Я ответил, это не реальная птица, а воображаемая. Я был уверен, что она решила, что я очень интересный и глубокий человек. Хотя на самом деле, она, наверное, подумала, что я с приветом. Пытался открыть пивную бутылку зубами. В результате заработал погоняло щербатый. Во втором классе я подмигивал случайным ученикам и учителям в коридорах школы. Наверное, все думали, кто этот красивый семилетний ребенок, который ко всем подкатывает. Я всем говорил, что в каждом поколении рождается свой охотник на вампиров, чтобы охранять человечество. И я один из них. Плохо мне пришлось в средних классах. Наполнила воздушные шарики водой, прикрепила их к своей груди и надела мамин лифчик. Потому что хотела, чтобы все думали, что у меня выросла грудь. О боже, о чем я вообще думала? На следующий день после сильного ливня я увидел очень симпатичную девушку, когда ехал на велосипеде. Решил, что остановлюсь и познакомлюсь. Когда я приблизился к ней, то нажал на тормоз и хотел сказать, «Привет, можно с тобой познакомиться?» Но только дошел до привет, как мои тормоза, которые все еще не высохли после ливня, начали ужасно скрипеть, причем велосипед даже не замедлился. Я вынужден был проехать мимо нее с тормозами, воющими как привидение, пока не отъехал как минимум на 2 метра. Смутившись, я начал быстро крутить педали, делая вид, что я не собирался останавливаться рядом с ней. Я хотел показаться крутым, но по моим действиям можно было подумать, что я хотел опозориться. Мне тогда было лет 7-9, и я поссорился с другом. И я начал расхаживать по игровой площадке, положив руки в карманы, пытаясь сделать вид, что игнорирую его. И с руками в карманах я попытался вскочить на относительно небольшой бордюр, но споткнулся. Я попытался вытянуть руки перед собой, но они застряли в карманах. И я просто плюхнулся лицом в песок, как испуганный цыпленок. Когда я вспоминаю об этом, мне скорее смешно, чем стыдно. Однажды я шел по району в бейсболке козырьком назад, больших солнцезащитных очках и бумбоксом на плече, из которого играл альбом песен Смурфиков. Это была кассета, где самые популярные поп-песни были записаны с голосами Смурфиков. Это был мой любимый альбом в то время. Я наткнулся на двух типов постарше, которые отобрали мой бумбокс, включили микрофон и записали на кассету разные непристойности поверх песен. Решила попробовать автозагар, потому что у всех популярных девушек в школе была загорелая кожа с красивым бронзовым оттенком. Пошла в аптеку и купила самый дешевый бронзовый лосьон, какой нашла. Пришла домой, густо нанесла лосьон по рукам и ногам и несколько часов не смывала, следуя инструкциям. Никогда не забуду, как на следующий день пришла в школу. Ввалилась на первый урок в шортах и футболке. Все, даже учитель, уставились на мою кожу с оранжевым и очень неровным загаром. Все замолчали, пока одна девушка не сказала «Вау, не знала, что теперь модно так ходить». Все захохотали. Мне было очень неловко. До сих пор избегаю любого загара. Учитель биологии попросил меня назвать самый крупный одноклеточный организм мира. Я ответил «Твоя мама». После этого установилась такая мертвая тишина, подобной которой я никогда больше не слышал. Когда я училась в третьем классе, в нашей школе появилась новенькая, которую звали Валерия. Она была из Нью-Йорка, если точнее из Бронкса, и показалась мне очень приятной. У нее был очень крутой характер, но при этом она была милой. Мне захотелось подружиться с ней, но так как она была крутой, то я решила притвориться, что тоже крутая. Я солгала ей, сказав, что живу в неблагополучном районе, и что однажды парень направил на меня ствол, что я дралась со многими девчонками и так далее. Не знаю, как все это пришло мне в голову, но я наврала ей с три короба. Я жила в спокойном пригороде, никогда не дралась. Мне 28 лет, и я до сих пор ни разу не дралась. А пушку видела только по телевизору. Не знаю, почему я решила соврать ей про все это, но я ей все равно понравилась. Мы вскоре стали лучшими подругами. После шестого класса я переехала, и мы перестали дружить. Не так давно видела ее в фейсбук. Кажется, жизнь потрепала ее. Мне было 13 лет, и я увлекался скейтбордом. Мне и друзьям нравилось носить узкие брюки. Причем это было в 2004-2005 годах, до того, как в магазинах начали продавать зауженные мужские джинсы. Не поверите, но мы носили женские джинсы, потому что они были очень узкими. Никто за пределами нашей компании не знал об этом, кроме пары человек. До сих пор мне трудно поверить, что я пал так низко. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok